Ну вот этот корпус, который мы начинаем строить. Пожалуй, один из главных бизнес-проектов для города и региона за последние годы. Хелепорт Реутов стал первым объектом визита Андрея Воробьева в Реутов. 130 рабочих мест, школа для пилотов международного класса. Все это в скором времени появится на базе этого вертолетного хаба. Не забудут и о социальной нагрузке. Займутся поисковыми работами и будут развивать санавиацию. Проговорили с ГИБД Московской области. Готовим для вас доклад, чтобы развивать санавиацию. Надо быть первыми. У нас два вертолета. Первыми мы не будем, а санавиация работает в Москве. Инициатором МЧС являлась. Давайте предложение, нам это интересно. Новое здание гимназии, следующий пункт рабочего визита. Главе области показывают, что сделали и рассказывают, что здесь появится после окончания строительства. Школа на 810 мест с современным оборудованием. Его уже устанавливают в аудитории. Вести уроки будут лучшие преподаватели города. Первые вопросы у губернатора Андрея Воробьева к учителю английского языка Анне Мастерук. У нас 20 человек в Устниковске. Сколько интермедиа, сколько аппарат? Я могу сказать, я сама закончила гимназию. Из 20 наших у меня в классе аппарат интермедиа. Эдванс было, наверное, 10 человек. Всего у меня будет 19 человек в классе. Это будут остальные половины. Английские знали все хорошо. Во время экскурсии Андрея Воробьева презентовали и строящийся центр инновационного творчества. С проектом познакомил глава города Сергей Юров. В здании бывшего ЗАГСа появятся настоящие кузницы кадров для градообразующего предприятия НПО «Машиностроение». Инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей. Там 4 лаборатории высокотехнологичные. Оборудование ФАБЛАП, химическая лаборатория, физическая лаборатория и лаборатория робототехники. Это дополнительное образование для детей от дошколят до уже непосредственно студентов. Они туда приходят и то, что нельзя... Это дом технического творчества? Да, дом технического творчества. Вторая котельная Реутова – масштабный проект, который также представили губернатору Подмосковья. Старт глобальной реконструкции дали еще весной. От старой котельной оставили лишь три стены. Остальное разобрали полностью. Сейчас уже установили три новых котла по 26 мегаватт каждый. Все немецкого производства монтирует 80-метровый дымоход. Оборудование более сложное, но само управление уже автоматизированное. Нам не нужно будет, как раньше, вручную их разжигать. Все будет делать автоматикой. Работы ведутся по графику, доложили Андрею Воробьеву. К началу отопительного сезона котельная заработает в полную силу. После реконструкции ее мощность увеличится больше, чем в три раза. Спортивные площадки, вообще просто супер. Хоть стало приятно здесь бегать. Было страшно заходить сюда. Вот так ревутовчане встретили губернаторов в парке «Фабричный пруд». Изменения, которые здесь произошли за лето, налицо. Парк теперь не узнать. На берегу рыбачат, по дорожкам в Березово-аллее гуляют. А у сцены Андрея Воробьева ждали больше 700 ревутовчан. Встречи в абсолютном большинстве случаев у нас такие позитивные, конструктивные. Уверен, что и наше сегодняшнее общение будет именно таковым. Пожалуйста, мы готовы ответить на вопросы. Вопросов к губернатору накопилось немало. Касались они самых разных сфер. Льготы на проезд по Москве, строительство эстакады между северной и южной частями Риотова, благоустройство парка, открытие бассейна и рядового дворца и многие другие. Больше всего спрашивали о сфере ЖКХ, особенно в новостройках, где, по словам жителей, нерационально используется тепловая энергия. Зимой в подъездах температура воздуха доходит до плюс 30 градусов. Год мы боремся с проблемой ржавой воды и перитопов. И решения мы, к сожалению, не нашли. Конструктивная разводка инженерных коммуникаций выполнена таким образом, что через холлы идут разводки в квартиры. И, соответственно, создается как теплый пол. Сейчас конкретно застройщикам. Застройщик никуда от своих обязательств не уходит. Значит, мы сейчас работаем с ним. Особенно в период заселения, отладки систем. Значит, больше внимания нужно уделять людям. Но нет другого пути. Всегда есть недоделки. Не нужно прятаться от них. За два часа общения жители Риотова задали два десятка вопросов. И на каждый получили ответы. Более того, исполнять все поручения губернатора начнут уже в ближайшее время. Сергей Юров распорядился об этом сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok